смотрите расскажу вам немного о разнице в покупке при покупке квартиры или недвижимости ну дом дом или земля почему я их различаю потому что квартира в швеции не считается недвижимостью это кондоминиум и так же как в америке и в многих странах европы по моему во франции точно также не буду за другие страны говорить буду говорить за конкретно за швецию если вы покупаете квартиру в швеции вы должны это знать что прежде чем купить вы должны изучить хозяина владельца вашего дома то есть этот дом многоквартирный дом он принадлежит одному человеку который продал свое время эти все квартирные комнаты были проданы теперь этот человек берет с вас определенную оплату объект с вас берется всех жильцов которые проживают в квартирах туда входит ну в каждом доме конечно разные правила разные условия зависимости от хозяин уже диктует а у кого-то свет входит у кого-то не входит у кого-то с интернетом у кого-то без и так далее то есть хозяин ставит цену сколько вы будете оплачивать и в каждом доме это может быть абсолютно разная цена чем старее дом обычно тем дешевле в нем проживать чем новее тем дороже почему потому что в новый дом берется большие кредиты большие ипотеки и люди выплачивают хозяин этого дома или это какой-то большая фирма допустим организации они платят проценты что естественно потом отражается на жильцах эти жильцы платят больше также это зависит от рынка когда вы живете в квартире оплата ваших задолженности тоже зависит от рынка если у хозяина большие задолженности банк поднял ипотечные ставки то соответственно вам тоже поднимут цену за оплату за за проживание да и уже туда включено допустим как снегоуборка трактор приезжает снег убирает в доме тоже не бесплатно доме также приезжают снегоуборочные машины но с одной разницей что мы напрямую платим трактористу да мы нанимаем договариваемся все соседи и платим и трактористу а жители квартиры квартирный житель они ничего этого не делают и платят через две руки как бы так что там с накладкой все идет коротко и ясно скажу если вы покупаете квартиру хорошо изучите хозяина вашего дома многоквартирного владельца этой недвижимости изучите его и к и экономическую ситуацию так как если будет плохая ситуация и он уйдет в банкрот это очень сильно отразится на вашей квартире она очень сильно упадет в цене если допустим кронофугдан забирает этот дом и потом они его выставляют на аукцион идет перепродажа этого дома но это очень очень хорошая история для этого дома и квартиры падают в цене поэтому это очень важно знать прежде чем вы покупаете квартиру не бегите сломая голову сначала изучите самого хозяина недвижимости прям такие там вам бумаги даст и маклер мекклеры который продает там будет цифры ну отчет полный цифровой отчет содержание экономической ситуации этого дома эта квартира теперь дом что важно знать при покупке дома в швеции или земли если вы хотите что-то строить или дом обязательно прежде чем покупать дом изучите детальный план если вы купили дом не изучив детальный план что вы абсолютно ничего не понимаете шведской недвижимости для чего это делается для того что в каждом районе свой детальный план который диктует условия какой будет размера ширины высоты цвета цвет фасада крыши материал все это описывается вот в этом детальном плане стоит какой размер и и и так далее то есть вы не можете купить и говорить о я хотела строить дом мечты а здесь оказывается только одноэтажно можно строить я не могу построить один большой дворец так это бывает да когда мы покупали этот дом я детально все изучила что на этой земле можно строить очень большую площадь дома и после после этого только мы подписали контракт когда я убедилась я изучил детальный план я еще раз позвонила в коммуну все мне подтвердили и тогда мы подписали контракт взяли допустим в предыдущих домах предыдущих наших домах первом допустим было было такое условие что дом не мог превышать пяти метров при постройке он не может быть выше пяти метров во втором районе было условие что дом не мог быть больше 140 квадратных метров общая прожиточная площадь 140 никак нельзя было пристраивать комнату или веранду и нам это было мало и мы его продали и купили этот дом что здесь можно и 500 и 600 квадратов дом построить на на земле можно 350 а общая прожиточная площадь может быть сколько угодно они этого не считают то есть чердачные этажи это коммуна не касается высота дома может быть какой угодно единственное правило что он должен быть полтораэтажный как это полтораэтажный это значит первый этаж тоже они не ставят условия у него не не обязательно чтоб он был стандартам 270 или 280 макс нет он может быть тоже каким угодно какой угодно высоты мы сделали первый этаж 3 метра высота потолков у нас в доме наружная внутри 3 метра потом полтораэтажный чем отличается двухэтажного идет 70 сантиметров стена и потом идет крыша вот это есть полтораэтажный дом ну нам было все равно нам главное чтобы первый этаж мы хотели хорошо обустроить а вверху это уже для девочек этаж и нам нам у нас оба не нужен был поэтому мы ориентировались что нам нужен был первый высокий этаж и получился я считаю у нас прекрасный дом английского что ли стиле вот так вот вот такие дела ребята прежде чем покупаете землю или дом изучите деталь план обязательно для для уверенности еще можете позвонить и в коммуну и проконсультироваться там тоже не стесняйтесь звоните интересуйтесь потом когда хотите начинать строить дом после изучения всего этого детального плана вы нанимаете человека там или вы сами архитектор конструктор да рисуете свой дом по правилам этого детального плана так как вам не выгода рисовать не по правилам детального плана вы подадите вам будет отказ это все затягивается процесс, поэтому лучше все, прежде чем подаете заявку, тоже созвонитесь с Хан Легери, поговорите, точно уточните, какой может быть дом, окна, крыша, материал, все-все-все узнаете и подаете заявку. В Стокгольме, например, вот в этих районах это стоила заявка в коммуну около 5-5,5 тысяч долларов стоит заявка в коммуну. Ну, расходы, в общем, большие, давайте вы меня не спрашивайте про расходы, это мозоль, я не буду про это рассказывать, просто вам скажу, что это недешево, совсем-совсем недешево в Швеции строится. А с нынешней ситуацией, которая происходит в стране и с тем, как все подскочило, цены на строиматериалы, сейчас в этой ситуации дешевле покупать дом, так как цены на недвижимость упали из-за высоких ипотечных ставок. А на строительный кредит очень поднялись тоже, когда при строительстве берешь строительный кредит, да, и ты пока его строишь, вот этот весь период, этот отрезок жизни, ты платишь очень большие проценты. Поэтому все, что связано со строительством, сейчас не особо выгодно. Но есть одно но. Мы, люди, любим строить свой дом мечты. Мы хотим, чтобы каждый уголок дома был сделан так, как мы сами этого хотим. Я вас, женщины, милые, очень прекрасно понимаю. И даже если это будет чуть-чуть дороже, это того стоит. Дом строится не для того, чтобы, не для бизнеса, не для того, чтобы навариться. Но мы в начале это делали, в начале нашей отрезка жизни, это был такой у нас немного навариться план был, когда мы строили, продавали. Сейчас этот дом, это уже мы строим для себя жить. И иншаладай, Аллах, чтобы мы его никогда не продавали. Я не хочу его продавать, если только... Нет, не хочу его продавать. Убираем, если только. Еще, что важно знать при покупке дома. Детальный план изучили. Это если... Детальный план пригодится, если вы хотите пристроить, построить, во дворе что-то еще построить. Это... При этом условии нужно очень важно знать, детальный план изучить. Но я считаю, это номер один детальный план. Для меня, по крайней мере, было это очень важно. Номер два. Второй пункт идем. Обязательно посмотрите BessignX протокол. Это техосмотр дома. И там будут стоять все ошибки. Допустим, где-то может быть сырость повреждена, где-то крыша что-то нужно устранить. И по этому BessignX протоколу вы приблизительно уже можете оценить, что вам нужно будет отремонтировать, сколько денег вам нужно будет вложить, чтобы это устранить, это устранить и так далее. Некоторые люди при покупке дома еще приводят своего человека, ну как бы свою независимую фирму, которая делает BessignX, то есть техосмотр. Но как по моему опыту, да, даже этот же первый, который делает техосмотр дома, он тоже не делает какие-то фиск, как будет на русском, обманы не делает, потому что это не в его пользу. Он легитимированный, он ставит роспись и печать, поэтому это не в его пользу обманывать людей и что-то скрывать, что он какую-то болячку в доме нашел ее и закрывать глаза, он тоже на это не будет. И практически считаю, что это зря отдать только деньги, эти 7000 крон или 700 долларов человеку, чтобы сделать опять этот техосмотр этому дому. Поэтому обычно первый техосмотр бывает достаточным, просто изучите его досконально. Если хотите, если вас будут пугать какие-то пункты, просто звоните строительной фирме и спрашивайте, чтобы вот это устранить, сколько будет это примерно стоить и так далее. Так, это бесситник протокол изучили, идем дальше. Еще один, считаю, важный пункт, который нужно знать, это локация, чтобы рядом, недалеко от дома были коммуникации, допустим поезд, автобусы, метро и так далее, чтобы не были слишком далеко, так как это сложно добираться. Но это логично, я думаю, все это знают, но некоторые на это не смотрят, покупают очень-очень далеко и потом жалеют об этом. Поэтому, ребята, прежде чем покупать очень далеко, сказав, ой, как дешево, я лучше куплю дворец там где-то, чем до такой дорогой тут поближе. Сначала покатайтесь пару раз туда-сюда и посмотрите, действительно ли вам это подходит. Желаю вам успехов при покупке дома. Если какие-то еще возникают вопросы, пишите, я обязательно постараюсь на все ответить. Так что, девчонки, это очень круто построить свой дом со всеми с планом, с планировкой такой, как вы именно сами хотите. Ну, конечно, тоже тут зависит от модели дома. Немножко планируешь, думаешь, блин, спальня хотела, чтобы больше была, гардеробная для шифонера больше, она получается меньше. Не совсем все идеально выходит в итоге, но, как говорят, третий дом будет идеальным, да. Это наш второй дом, и он пока не такой, может быть, идеальный по планировке, но в том плане, что гардероб я хотела больше, но он получился чуть меньше, но ничего страшного. Главное, что основная жилплощадь, это, я считаю, кухня и зона, да, кухня и зал, где проходит, наверное, 80% нашей жизни. Все время мы сидим в зал, кухне, детвора, так что гардероб не так важен. Обойдемся. Спрашивайте еще, какие вас интересуют вопросы, пишите, обязательно отвечу по возможности на все ваши вопросы. Спасибо за внимание, лайкайте и подписывайтесь.